Ну а это уже современные технологии в литературном контексте. Новые тенденции и уникальные раритеты представлены на масштабной международной книжной выставке-ярмарке, которая на этой неделе развернулась на площадке Белэкспо. В белорусской столице она прошла уже в 22-й раз и стала крупнейшей за всю историю. Полторы тысячи квадратных метров актуальной литературы. В проекте приняли участие около 400 экспонентов из 28 стран. Издатели удивляли иероглифами на черепашьих панцирях 14 века до нашей эры и 3D-печатью. Проще говоря, сегодня между авторами на рынке присутствует нешуточная конкуренция. Главный эфир попытался разобраться, что белорусы публикуют и читают из отечественного. И почему наши пишут не хуже на шумевших 50 оттенков серого, но зачастую остаются незамеченными. Что читают, о чем пишут и как продают. Инна Пелевич составила рейтинг самых тиражных книг. Они такие разные. Мужчина плюс женщина. Эта история кахания Минской Тихонии и Московского Лавеласа покорила кинопрокат по всем былым Советским Союзе. Центральных персонажей сыграли медийная Антипенко и Уварова. У основе российского фильма «М плюс Ж» проза белорусов Андрея Жвалевского и Евгений Пастернак. Ее написала дымя головного героя, а она от героини. Кинематографичный твор пронес литераторам популярность. Теперь постоянно працуются в дуэте. Эту книгу на самом деле один из продюсеров случайно увидел в магазине. Она ему понравилась. Хорошая книга пробьется всегда. Может быть, она опубликуется не сразу. А по яе творы театр юных глядача поставил спектакль. Самый молодый проставник Союза письменников Татьяна Севец ориентуется выключно на читачоу, яке ходить под стол. Межиншим книг выдание для самых маленьких на кшталт хобби. Официнная справа – галонный редактор газеты. Зарабить на пабликации доступно только при наявности высокого таражу. А калі над руку ёш великую колькасть экземпляров, рызыкуеш трапить на гроши. Литературой повинны займацца люди натхнённые, для яких это не бизнес, а жаданне души и немахчымысть займацца ничым абсолютно іншим. Хотя, конечно, наши письменники живыць по принципі, што я працую письменником, але вечара мяшэ трошечки шыю. Дитячая литература – хит-продажу. Зорка сё летней Минска международной книжной выставы Кермашу письменнице Наталья Игнатенко. Аутер не только пишет, але и робит инсталляции до своих книг, рассказывая про их маленьким читачам. Замес традицины презентации своего выдання подрихтовала мини-спектакль. Мои книги написаны для детей от 6 до 12 лет. А в этот период как раз идёт становление такой личности, уже уверенности, уже идёт выбор профессий, уже какие-то там хобби появляются, увлечения. И я постаралась в своих книгах подтолкнуть детей к тому, чтобы определиться в жизни, пусть не с основной профессией, но с какими-то вещами, которые могут стать хобби. С такой же охотой, як дитячая литература, продаются только краезнавча в виданні. Детективы, романы, навуковая фантастика для дорослых проиграют у конкуренции. Можно отметить ещё краеведческую литературу. Вот есть тренер «Беларусь», как хит-продаж у нас в этом месяце. «Слудские поясы» — это второе издание тоже беларуской литературы. С участников в книгарнях пытаются Наталью Батракову, Тамару Лисицкую, Вольгу Тарасевич. Але никто з їх покуль не опередив классиков Адамовича, Короткевича, Купало по величине тиражу. Беларуских классиков не только читают, а и слухают. А пошним часом великим попытом корыстаются, например, радовый спектакль «Сердце на долоне» по водле Шамякина, ци, например, аудиокнига «На ростанях» Якуба Коласа. Отсутность цензуры и безмежная махчымости интернету. Сдаётся, гэтэ факторы повинны только спрыять развитию айчыны литературы. Але паколь чыточы частей выказывают признание аутарам минулого ста годзя. Як адрадить цикавость до беларуской книги, такое пытание узнімав и президент краины на сустрэчы с интеллектуальной элитой. Есть ли у вас идеи, герои, произведения, которые смогут заинтересовать человека 21 века? В чём причина того, что за прошедшие 20-30 лет так и не появились современная война и мир, поднятая целина – это что, отсутствие талантов или объективные условия жизни, когда книга перестаёт быть главным источником информации? Мне, откровенно говоря, не верится наступление сумерек литературной эпохи. По крайней мере, в Беларуси. На ваших экранах топ-10 самых тиражных книг выдавества «Мастацкая литература» за минулый год. Что день на адрес другара приходят творы, як от пачынаючих аутарау, так и до колпера. Конкуренция немалая, на паперу трапляем максимум половы заявленного. Выдавец отдая первого литературам со стажем, які опубликуются у газетах и часописах. Шкода, что многие наши новые аутары пачынают писать великие творы, а повести, романы, недзе пасторонах 500. И это тяжко, ведается, адразу их и прочитать. Треба пачынаць с невеликого оповядання, якое, калейно, нам спадабаеце, оно будет надруковано и в газетах, и в часописах. Друкуючыся в часописах, письменники завсюду различывают, что то, эти иншая, злепших их творы, повинна прийсти до читача книгой. Часописы разом с тым выступают с лакмусовой паперкой, пробивают цікавность до читача. Вось, и може гэты твор быть книгой. У сего в Беларуси только державных выдавествов пять. У авторов есть махчимых звертаций до праватных друкаров. Факт наших уладаров дум активно перекладают на десятки маудру куют за мяжой. Аля там выдавествы супрацовничают с пиар-менеджерами, гэтат лумачыць поспех замежных письменников. А пошній приклад раскрутки пядясяць оттення у шырага британской авторки Эл Джеймс. Узровень рекламы твора нават перабысил яго якость. Наши письменники в интеллектуальном плане не проиграюць. Удивить мало чем можно. Слава богу, что мы дожили до времени, когда такое великое благо, как интернет, ничего того, из того, что заслуживает внимания, не оставит неизвестным. Это когда-то можно было. Я считаю, что ни в Беларуси, ни в России, особенно, может быть, кризиса, поэзии нет. Есть масса хороших стихов, которым надо проявиться. Просто время неприоритетное для поэзии. Сегодня модно читать замежную литературу на белорусской мове. У широким другом таких выданий не знаете, а под заказ доступно набить того же Гарри Поттера на родной мове. Институт журналистики Белдзержа университета первым в Украине наладил выпуск дипломованных письменников и поэтов. В 2010 году тут отбылся набор на специальность «Литературная работа-творчость». И уже в этом червене первые студенты отримают дипломы. До речи на дебютном наборе вучатся у сего 7 человек. Дисциплины перекликаются с ведами, які отримливают студенты журналистских специальностей. В свой час работы у прессе на литературную променяли вядомые ауторы – пташников Чегрына Усаченко. Возможно научить писать, и это совершенно справедливо. Но если у человека есть внутренняя потребность, и он знает, что он хочет в этой области совершенствоваться и научиться, то ему такой путь обозначается здесь, и этот путь обеспечивается необходимой информационной базой, и творческой в том числе. А ледомеркование, что научить писать немахчимо, можно ставиться со скепсисом. Безумовно потрабуется наявность Сталинту, які у свою чаргу треба скировать у необходным на прамку. Статус кузни литературных кадров давно завоевал легендарный литературный институт у Москве. Короткевич, Боровикова, Рублевская, белорусская письменницкая элита вышла от Туль. Уголовным эфиром Инна Пелевич, Алексей Правдикова, Владимир Тиханович и Александр Горбачев.